Так, 10 августа 2024 год. Вышел я из отпуска. Краткий отчет о проделанной работе. За две недели моего отпуска в Украине дали F-16 и вооруженные силы Украины, я так подозреваю, зашли в Курскую область, захватив по разным данным от 150 до 500 квадратных километров. Под контроль вооруженных сил Украины взял. Может меня почаще в отпуск отпускать? Надо, кстати, командованию сказать. Хорошо, мне отпуск проходит. Без меня армия лучше справляется, можно еще и так сказать. Хорошо. Это, конечно, про Курск. Ну, F-16 ждали давно, было ожидаемо. Но Курск, это, конечно, и сюрприз, и радость большая. Ну, я не знаю, я в восторге. Я в восторге просто, я думаю, что все вооруженные силы Украины там, все украинцы, все проукраинские силы в мире просто распахнув рты на это все. Смотрели, не могли поверить своим глазам, да. Тут давят, 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 давят расисты. И тут бах. Впервые. Ну, там, зарубежная пресса, там, говорит, впервые со Второй мировой войны, там, нападение на российскую территорию. Но это не совсем корректно. Потому что был пограничный, так называемый, конфликт на острове Даманский. Да, ну, 1969 год. Китайцы зашли, захватили остров Советского Союза на тот момент. Ну, территорию российской РСФСР на тот момент. И оставили его за собой. То есть, они оттуда уже не ушли. Уже в 90-х годах эта территория официально перешла Китаю. Но, по факту, де-факто, этот остров был под ними уже с 1969 года. Да, ну, в любом случае, в истории Российской Федерации, которая с 1991 года началась, я напоминаю, не с 1721, там, при Петре Первом, а вот сейчас Российская Федерация, она не старше Украины, как государства. На территорию Российской Федерации зашли иностранные вооруженные силы и держат под контролем уже несколько дней ее территорию, города и села. Что не может не радовать меня, как украинца. Вообще, кто-то должен был дать им по щам. Это такая оплеуха просто, это изознавшаяся Вторая Армия Мира. Крупнейшая в стране света. Государство самое крупное по территории в мире. Пятая экономика мира, перегнавшая Германию, по словам Путина, и ППС. ВВП и ППС. В общем, ребятки, долго распространяться не буду. Посмотрим, я просто... На таких радостях я еще с отпуска не выходил, я вам скажу. Ну, просто наши молодцы. Молодцы. Все, кто это сделал, проверил. Я представляю себе, насколько это сложно было сделать технически, подготовить эти бригады, блин, скрытно. Это все скрытность, это, конечно, просто. При нынешних возможностях разведки, это не Рокоссовский, когда организовывал это нападение. То есть, понятно, не было что там. Ни тепловизоров не было, ни ночников не было, ничего не было. Сейчас, как это можно было провернуть, я не знаю. Ну, сделали, сделали малюнцы. Только что посмотрел, кстати, Эльгилиус Тамзаде, кого-то рекомендую смотреть вообще всем, кто хочет знать прогнозы. Он сказал, даже если сейчас, вот прям сейчас украинцы выходят с территории этой Курской области, уже результаты просто великолепны. от этого, от этого, политические, там, военные, там, все на свете. Ну, в общем, я с ним согласен. Сейчас только что посмотрел за 12 апреля этого года, видео запись свою, Пантон Гидруровев называется, ну, на ютубе. Вот там я говорил, еще же не было нам ни оружия не дала Америка. Уже 7 месяцев они нам держали оружие, не дали. Я говорю, что вы паникуете? Они нас атакуют уже на мотоциклах. Ну, здесь, подработано, россияне. Так это тогда они на мотоциклах. А перед отпуском я когда был, блин, вот, я 20-го оттуда вышел, там уже мотоциклов не было. Там просто они шли пешкариками, блин, ведь дохли. Да. И я в апреле в это, я сейчас посмотрел, просто мне интересно. Я записал, что им сейчас уже платят по миллиону, чтобы они подписали контракт. Как раз перед тем, как уйти в отпуск, 21-го числа, вот этого, июля, 24-го года, я сказал, блин, им уже за подключение контракта, там где-то в Московской области, 17 миллионов платят рублей. 17 миллионов рублей. Я пошел в отпуск, через несколько дней в Москве платят 2 миллиона 100. То есть, понимаете разницу? И там уже настолько люди одуплили, что не стоит туда на мясо идти, что им уже платят за подписание контракта, блин, 20 с лишним, там что, по нынешнему курсу это 1025 долларов. То есть, 25 тысяч долларов тебе заплатили только за то, что ты подписываешь контракт с военными. И не идут, и правильно делают. Это буду черноземом здесь. Все, поздравляю всех, курская операция, это красавцы.